И в Коране Мухаммед в качестве аргумента ссылается на Тору, данную Моисею, свит, данную Аврааму, на Забур, то есть в Салтыре, данную Давиду, и на Инджил, то есть на Иван, данную Иисусу. Он на них ссылается. То есть Мухаммед убежден, что эти книги, свитых времен Авраама никто никогда не видел, а вот три книги, Тора, Забур и Инджил, они были в то время точно совершенно, он не ссылался. Но при этом он не говорил, что они были искажены. Там есть такой аят в Коране, который утверждается, что христиане и иудеи языками своими извращают писание, языками, не текстами, то есть они ложно толкую писание. То есть для Мухаммеда Библия в его времени, это подлинная Библия, не искаженная, понимаете? Вот этот текст, которому я держу в своих руках, этот текст фактически является переводом с Библии в времен Мухаммеда, даже раньше. Наш Новый Завет существует в текстах 4-го, 3-го века, 5-го века, там полностью есть тексты Нового Завета 17-го кодекса 4-го века и Ватикан 17-го кодекса 4-го и 5-го веков для Библии Штекотца. Первая цитата из Нового Завета, которая у нас сохранилась, это был отрывок, который был написан, сейчас датируется 60-м годом. Это отрывок Иван для Матфея, 24-й стих, 24-я глава с 18-го по 19-й стихи, там два стиха полностью приведены. Текст по 1-й стихи, 64, вот этот отрывок, он датируется сейчас временно до разрушения храма, греческий перевод уже. У нас есть текст из 4-го Кумаранские пущие пещеры, который атрибутируется как отрывки из Иван для Тмарка, это тоже время до разрушения Иерусалима. То есть время между появлением подлинников и копией, которое у нас есть, там составляет 10-20 лет вообще. Иван для Таана отделяется от отрывка, который сохранился, от древнейшего, да, у нас сейчас, разница 15-20 лет. Я уже не говорю про то, что огромное количество отрывков есть с 2-го века, там низкие даже послания целиком подсходили, большие отрывки из Ивана для сохранились. У нас, в смысле текстологической, все наши тексты, они сохранились в той степени, в какой они, ну, максимально хорошие из всех текстов древнего мира. Они куда лучше в состоянии находятся, чем Коран, потому что древнейший самаркандский текст, вот, который приписывается, что это Яков, один из Османовских текстов, на самом деле он написан более чем через 100 лет после смерти Мухаммеда. Там даже просто это определяется по шрифту, который там использовался. То есть перед нами что? То есть в смысле текстологический, тот текст, который мы имеем сейчас, это тот самый инжин, который был записан апостолом Иисуса Христа. И Мухаммед его подтверждает. И который Мухаммед его подтверждает. Но с Мухаммедом мусульмане не согласны. Вы видите, мусульмане спорят с Мухаммедом. Они утверждают, что на самом деле христиане и иудеи исказили Евангелие. И Евангелие в настоящем виде, как и Тора в настоящем виде, до нас не дошло. С чем это связано? Связано с такой простой и очень печальной вещью. Мухаммед пользовался тем, что большинство его слушателей не имели возможности по неграмотности читать Слово Божие. А все злопыхательства христиан и иудеев, которые уже тогда при Мухаммеде, и об этом есть сообщение в жизни писания Мухаммеда, говорили свое возмущение по поводу явного искажения учения писаний. А можно было списать, что они просто зловредны и завидуют. Но потом появилась такая вещь. Когда мусульмане завоевали огромные территории, населенные христианами, и выучили грамотность, оказалось, что текст писаний радикально противоречит учениям, сообщениям в Коране. Получилась очень некрасивая картинка. Коран говорит, смотрите Писание, Писание говорит, а Коран не прав. Понимаете, вот такая вот, получилась такая вещь. Какой выход? Или сказать, что Коран не прав, тогда давайте славу заканчивать, так? Потому что если мы возьмем Библию, по-моему, Библию, Мухаммед очевидно лжепророк. Очевидно лжепророк. При битве, при ухуде он обещал, что будет победа, но в результате кончилось с поражением, да, и у него выбили даже два зуба. Просто несбывшееся пророчество. Несбывшееся пророчество, да, оно, несбывшееся пророчество, оно, да, как говорит, ты даже считай этот отрывок сразу же, да, из второзакония. Говорит так, что пророк, второзаконие, 18 глава, с 20 по 22 стих. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Если скажешь сердце свое твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк поддержите своей, не бойся его. То есть по этому аргументу Мухаммед является лжепророком, просто сразу же, да? И вот возникла такая проблема. Какой выход сделали же мусульмане? Смотрите, не Мухаммед, мусульмане. Они решили своего пророка поправить. Они сказали, Мухаммед совершенно прав, да, конечно, истинная Тора, истинный Забур, истинные Евангелия. Говорили, конечно, Мухаммеде там, и полностью были согласны с теми рассказами, которые рассказывал Мухаммед. Но вот христиане, они так их испортили, иудеи так испортили Писание, что от них ничего настоящего не осталось. Все было искажено, извращено и так далее. И поэтому истина осталась только вот в последней книге, это в Коране. Логика очень интересная, конечно же, железная, но она страдает очень страшной вещью. Она страдает богохульством. Дело в том, что с точки зрения ислама весь мир полностью предпределен Аллахом. То есть любое дело, которое мы с вами делаем, даже вот моя лекция, это прямое проявление воли Аллаха. Просто Аллаху тогда захотелось, чтобы я вам лекцию прочитал, потому что Коран неправ. Вот Аллаху так и исполнилось. Полное предпределение есть. Вот, и поэтому возникает такой момент, если Аллах дал слово, да, некое откровение там, и оно, этот текст он не смог сохранить, оно было искажено людьми, то возникает такой момент. Аллах слаб, что он не смог его сохранить. Это богохульство, согласитесь, да, что, конечно, Бог не может сохранить свое слово, это знак слабости. Или Бог лжив, ему захотелось людей обмануть. Это богохульство, понимаете, да? То есть, и опять-таки, в такой ситуации у нас нет никаких гарантий, что он не соврал, даравший Коран. Вот соврал, что раз, кто тебе поверит, понимаете? То есть, на самом деле, этот аргумент, который мусульмане приписали уже постфактум по поводу отношения Библии и Корана, он является богохульным аргументом, понимаете? И здесь вот все возникло именно потому, что люди не захотели проверять. Хотя проверка, обычная проверка, показывает, что, ну, во-первых, это невозможно по факту, потому что, смотрите, как могли христиане и иудеи, которые к моему времени Мухаммеда и раньше были злейшими врагами, совместно предсказать текст Светского Завета, к примеру. Светским Заветом у Мухаммеда противоречит радикальнейший. То есть, книга «Исход», она прямо привлекает утверждение Мухаммеда. 24-го года «Исхода» сказано, что то, что скажет Господь, этому мы будем послушны. В Мухаммеде, скажем, евреи сказали, что мы будем непослушны. То есть, все, наоборот, вывернуто. То же самое, я уже приводил пример с Марией, я уже приводил пример с фантастической историей с фараоном. Там таких примеров очень много. И огромное количество фантастических деталей, которые прямо противоречит Библию. Это касается также и, например, Нового Завета. Весть об распятии Спасителя отвергается Кораном. Отверждается, что он на самом деле не распят, а это им показалось. Он был, наверное, он был вознесен, так сказано, в неутвердительной форме, так сказано. Утверждение, что Христос не был распят и не воскрес, соответственно, утверждение, как вы понимаете, Новому Завету противоречит. Кстати, противоречит не только Новому Завету, дамечу, всему тексту Нового Завета. Не только главным, последним, страстным, так? Но и пяти предсказаниям Государства о своей смерти. То есть, Господь пять раз предсказал, что он будет распят и воскресен из мертвых. Пять раз. То есть, чтобы исказить Иоанн на самоскримонер, нам нужно вообще все Иоанн перекроить. Но об этом говорили и пророки Исаия, тот же самый пророк Давид в книге Псалмов об этом же предсказывал. То есть, нам нужно сказать, что и Псалтырская жена, и Исаия, и скажет он, понимаете, и скажет он, Даниил, и скажет он, Захария, и скажет он вообще абсолютно все. То есть, ничего не останется. Как это можно было сделать иудеями, которые были заинтересованы скорее в обратном, скажению, чтобы показать, что распятия не было, понимаете, непонятно. Как могли христиане с иудеями договориться, как они могли переправить огромное количество списков, так что не осталось ни одного списка мусульманского, который бы говорила в той версии, которая придерживается Коран, это непонятно, это невозможно, понимаете. Тем более, невозможно, когда мы находим папирус в Египте или в Святой Земле, древний папирус, первого, второго века. О чем вы еще говорите? Это и богохульно, и невозможно, и даже теоретически. И непонятно, главное, зачем Мухаммеду было на это ссылаться. Если же там ничего не осталось, на что ссылаться, понимаете, то есть простейший такой момент. Здесь нужно несколько слов сказать об Иванге Тварнаве, который сейчас некоторые мусульманские лидеры выдвигают против церкви. Ну, это история как с кодом да Винчи, такая же фантастика. Утверждала, что якобы там в Ватикане, как обычно в тайных закромах Ватикана, какой-то монах нашел скрытые Ивана Тварнавы, которые, на самом деле, все эти твала приходи Мухаммеда, вот, и он таким образом перешел в ислам. А на самом деле Иван Тварнаве было написано в Арнаве в первом веке. Ну, на самом деле, вот этот фальшивый Иван Тварнаве написано мусульманскими апологетами, очень неискусно, и написано в 16 веке. Написано оно было на итальянском языке, там есть ссылки даже на Данте, на 12 век. Там есть совершенно грубые фактические ошибки, например, утверждение, что Назарет стоял около моря, к нему на кораблях подплывали, понимаете? То есть, подплыть на корабле к сухопутной деревне, это очень своеобразная вещь. Вот, поэтому, то есть, когда мы будем говорить о Иване Тварнаве, помните, это фальшивый 16 век, причем он переполнен грубыми ошибками. Чем даже, кстати, насколько помню, там даже есть противоречие даже и с исламом в этом смысле. Хотя и исламскими апологетами делалось. Вот, это те вещи, которые нам необходимо знать по поводу исламской пропаганды. Да. Я просто хотел, может быть, уже все устали немножко, мне кажется, может быть, немножко подытожить, если я скажу пару слов. То есть, понимаете, что братья-сестры получается. То есть, тут вот, если мне будет позволено немного суммировать, если мы смотрим, например, на Библию, и критически, и заинтересованные, если нас кто-то захочет, допустим, в этом обвинить, то есть, и как христиане, и как нехристиане, у нас все равно получается, что Библия – очень странный текст. То есть, она сама по себе подтверждается и независимыми источниками, и внутренними христианскими, какими-то основаниями, иудейскими, и какими угодно. И та критика, которая была вот все это время, которая пыталась всячески опровергнуть Библию, как Священное Писание, она просто повисает в воздухе, в лучшем случае. В лучшем случае она просто себя опровергает, и все. Это довольно очевидно. То есть, если мы берем Библию и пытаемся, как бы мы ее ни анализировали, мы только получаем, в общем, просто и исторические, и текстологические, и археологические, и какие хотите. И для нас самое главное – это духовное свидетельство того, что это истинный текст. Независимо от того, считаем ли мы вот как-то заранее пророками тех людей, которые вот, собственно, текст записывали по воле Божьей, считаем ли мы сразу вот априори, как бы вот, то есть, считаем ли мы, что Господь, то есть, воплотился, что Иисус Христос – это был воплощенный Бог. Мы в любом случае должны воспринимать Библию крайне серьезно. Просто, если мы просто честно и справедливо подойдем с любой стороны, как священное описание, с другой стороны, если мы обратимся к тому, что мы можем вообще знать о пророках и больше всего, прежде всего, о Христе, для нас открывается именно то, что это, несомненно, как минимум, пророки Божии, а Господь Иисус Христос, ну, просто есть его самосвидетельство. И те чудеса, просто они вполне объективны и отражены вообще и в истории, и в критическом материале. И, говорю, попытки опровергнуть – это несостоятельно. Получается так, что у нас, какую бы мы часть ни избрали, у нас действительно и одно подтверждает другое, или Священное Писание подтверждает нашу священную, ну, то есть, историю и пророческую миссию, и миссию Христа Спасителя. То есть, с какой бы мы стороны ни зашли, и с каким бы взглядом мы туда ни пришли, и мы критически смотрим, или доброжелательно, или зложелательно, у нас всё равно получается одно и то же. Даже независимо Библия от Церкви, она очень о многом свидетельствует. А в Церкви она начинает играть всеми цветами, всем богатством, действительно, которое есть. И главное, что наша жизнь духовная, то есть, каждого человека при столкновении со Священным Писанием подтверждает этот текст. Жизнь в Церкви, она даёт силы исполнять то, что в этом тексте сказано, даже если просто смотреть на это как текст. Свидетельство и нашей личной жизни, каждого из нас, и независимое свидетельство науки, и свидетельство Церкви. К сожалению, для мусульман ситуация ровнообратная. Если мы отказываемся от того, что Коран подтверждает Мухаммед, а Мухаммед подтверждает Коран просто априори, и не принимаем такого круга в доказательстве, у нас не получается ничего. Мы подробно не останавливались на достоверности текста Корана, как что-то он действительно образовался тогда, в VII веке, именно в том виде, в котором он есть сейчас. Но это просто очень обширные темы. Мы не можем считать этот текст таковым, исходящим даже вот от Мухаммеда, если даже всё было так, как говорят мусульмане. Мы не можем считать Мухаммеда пророком ни по библейским критериям, ни по кораническим, в общем-то, критериям. Ни по критериям, ну так, здравого смысла. Ну просто совесть нам не позволит. Мы просто, ну, трезво посмотрим на это дело. Если мы осведомлены, то есть осведомлённо глядим, взираем на вот всю историю, которая нам предлагается. Потому что, ну действительно, там, сатана искушающий не просто, так сказать, а вбрасывающий свои какие-то тексты в откровение Божие. Колдуны, которые могут пророка заколдовать. Ну, это как-то выглядит очень странно. Даже просто такой вот веров, ну, крайне для нас совершенно просто неприемлемый, что каждый пророк вообще обвиняется в том, что он как-то мог попадать под действие нечистой силы. Но я просто к чему говорю, что те критерии, которые устанавливают Библия, они подтверждают Библию, безусловно, и они соответствуют общественному пониманию. Потому что, когда мы смотрим, ну действительно, разрушен город или не разрушен город. Сказано, это в священном писании в Библии, сказано так, сказано. Что мы видим из археологии? Вот это мы видим из археологии. То есть вот сейчас мы туда поезжаем, смотрим, да, вот это так. Любой человек это может проверить. Кстати, знающий текст, так сказать, владеющий евритом, значит, и древнееврейским языком, или греческим, пожалуйста, человек может проверить. На основании перевода, потому что главное – это дух и смысл. В ситуации с Кораном ситуация такая, что проверить ничего невозможно. То есть критериями, которые нам предлагают Коран для своей истинности, мы не можем воспользоваться. Практически никто не может воспользоваться. Ну то есть тот, кто может очень хорошо знать арабский язык, арабскую литературу, чтобы сравнить действительно, Коран превосходит других поэтов, это творчество других поэтов или нет. Относительно Мухаммеда, мы не можем утверждать, что он пророк ни оснований, ну в общем никаких критериев, ни, извините, здравого смысла, ни, тем более, оснований критерий в Библии. То есть мы не можем найти это подтверждение, ни того, ни другого. И ситуация здесь, мне кажется, вполне так очевидна для человека, который просто будет стараться здесь разобраться, независимо от того, что мы имеем, а с двух сторон сравнение, к сожалению, не в пользу Корана, даже если мы его воспринимаем именно так, как нам предлагают это делать мусульмане. То есть не то, что мы просто чисто критические крестьяне смотрим, но даже если мы берем то, что нам предлагают мусульмане в плане изучения Корана, это для нас не может являться доказательством его естественности. С Библией ровно противоположная ситуация. Более того, можно сказать так, что еще одну вещь, последнюю хотел добавить. Мы с вами люди, живущие в завете с Богом, мы люди Писания в этом смысле. Отчасти они правы, отчасти нет. Люди Писания, потому что Писание – это инструмент, с которым Бог с нами продолжает беседовать. Но мы с вами на самом деле люди Бога, а не Писания. Это было бы более точно назвать. Мы называемся людьми Бога, христианами, да, людьми Христа. И верными, то есть носящими на себя имя Бога. Он верный, и нет неправды в нем, а мы его имя носим на себе. Мы находимся в положении даже лучшем, чем Мухаммад. Мухаммад Бога не видел, и видеть его утверждал, что невозможно. Мухаммад утверждал, что он не сын Божий, и никто не приходит к Аллаху иначе как к рабам. Об этом прямо сказано в Коране. Мы с вами дети Божии, и Бога мы видеть можем. Мы к Богу обращаемся, мы знаем, что мы свободны, Мухаммад утверждал, что он полностью предопределен. А мы свободны, дети Божии, мы можем свободны идти к Богу. Мухаммад подпадал под власть темных сил, а злые духи боятся христиан. Мы даже к ним относимся наплевать, если мы говорим о крещении, в прямом смысле плеем в харюк дьявола. Ту самую харюк, которую боялся Мухаммада страшно. Мы знаем, что блаженое чистое сердце именно не Бога увидит, даже на земле мы можем Бога видеть. Понимаете, Мухаммад, даже в свой высший момент, когда он там летал на волшебном коне Аль-Баратье, он видел только завесы, которые отделяли его от того существа, которое ему давал Коран. В этом смысле можно сказать, что любой христианин, он принципиально находится на более выгодной, на более прекрасной, на несравнимой совершенно степени, по сравнению даже с величайшим из мусульманских пророков. Я же не говорю про ядового мусульманина, который находится в рабстве закону, который обречен на самоспасение, который обречен исполнять текст, некий текст, текст часто непонятный из-за незнания языка, текст, который внутренне нелогичен, а логичен совершенно. И при этом не иметь поддержки от Всевышнего Бога, не иметь поддержки и не иметь никакой гарантии прощения грехов. Нам гарантировано прощение грехов. В тот момент, когда священник говорит, крещает Тарабожий, такое твое имя Отца и Сынестого Духа, все грехи про это смываются. В тот момент, когда священник говорит, прощай, редушай, тя, во имя Отца и Сынестого Духа, мы начинаем жить с чистого листа. Мусульманин всегда живет под грузом своего зла, и любая его ошибка тянется с ним в вечность. Поэтому, конечно же, нам надлежит пожалеть этих людей, которые, как говорит Писание, книга про Кресаи, они, это народы, живущие, сидящие под тенью смерти, в отстранении тени смертной. Это люди, живущие без надежды, которые не имеют никакой гарантии на спасение. И даже представление о рае которых, это отдельная тема, но и представление о рае которых вызывает только горестное сожаление у христиан. Не просто пожалеть надлежит нам мусульман, а, конечно, позвать их к единственному спасителю, Господу Иисусу Христу, через которого только можно иметь доступ к Отцу. Мы не должны ненавидеть мусульманам. Мы должны стремиться, чтобы они вошли в тело Христово. Потому что Господь повелел нам идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Стоя Духа. Это библейская заповедь. Эти слова Господа являются призывом к тому, чтобы все мусульмане поистине покорились Создателю, покорились для того, чтобы стать Его детьми. Потому что Иисус ловит для оживления, а не для смерти. Это поможет нам всем Господь. У вас вопросы есть у кого-то? Очень кратко, не задерживая никого. Вот переводы Корана, они тоже рифмоются так же, как на арабском языке? Попытка создать рифмованный перевод, ну вот, французский упоминалось, ну, Пушкин, вот как подражание Корана. Может быть, если Пушкин знал арабский так же, как Порохова, он бы перевел его лучше. Дело в том, что у нас в стране есть только одна попытка была это сделать. Это госпожа Порохова, которая без знания арабского языка перевела Коран. Но там у нее, по-моему, супруг был араб, и она пользовалась английским переводом и так далее. Но к нему очень много нареканий со стороны мусульман. Наилучшие переводы Корана... То есть вот вы, коранический текст в русском языке, вот аналога трудно найти, вот именно как это звучит. Отчасти еще и потому, что то, что, ну... То есть вот этот садж, рифмованная проза, для русского слуха, то есть у нас, как считается, низким жанром. То есть это не так будет... Просто даже не так будет слышаться, как это слышится для араба. Вот, природного. Лучший перевод... Один из лучших переводов, это перевод Крачковского, просто потому, что он даже его не успел закончить местами. Ну, вот, придать ему литературной формы. А это просто подстрочник. Почти буквальный текст. Вот просто перевод, как есть.